Всем привет! С вами Сафронова Ольга. И я хотела записать небольшое видео, похвастаться вот такими новиночками, которые я получила. Это у нас средство по уходу за домом из новой корейской серии SoYung. Что входит в эту серию? В эту серию будут входить 5 видов порошков. Вот у меня здесь сейчас 2 вида. Вот такой вот порошок. Это у нас стиральный порошок концентрат плюс пятновыводитель. Он идет на 23 стирки. Артикул 30.0.11. Этот стиральный порошок имеет универсальную низкопенную формулу для стирки без дополнительных полосканий. Эффективно отстирывает при различных температурных режимах. Устраняет неприятные запахи и запахи от животных. Придает вещам легкий аромат чистоты. Рекомендован для стирки одежды для всей семьи и детей в том числе. Подходит для стирки белых, светлых и цветных тканей. Вещей из хлопка, льна, вискозы. Синтетических и смешанных тканей. Подходит для автоматической, машинной и ручной стирки. За исключением темных и ярко окрашенных изделий с неустойчивыми красителями. Для этих подходит, наверное, вот этот вот порошок. Для цветных тканей. У него, в принципе, все то же самое. Только здесь добавлено еще защищает яркие цвета и ткани. Эффективно отстирывает также при разных температурных режимах. Что интересно, еще эти порошки подходят для очищения полов, подоконников и других твердых моющихся поверхностей. Чего мы не видели в предыдущей серии порошков. Что еще у нас интересного в этом порошке? Здесь используются традиционные корейские ингредиенты. В этом порошке используется мыльный корень, который богат сапонинами и усиливает действие других моющих компонентов. Мягко и эффективно удаляет загрязнение и смягчает ткани. Этот порошок устраняет серость и желтизну. Содержит активный кислород. Известный выраженным антимикробным действием. Защищает стиральную машину. Очищает полы и другие твердые поверхности. Сохраняет волокна ткани. Выводит различные пятна. Вот такой вот чудо порошок. Здесь его у нас тоже думаю грамм 800. Да, 800 грамм. Также есть рекомендации по стирке. Средняя стирка 35 грамм автомат. 60 грамм если сильно загрязненная стирка. И ручная стирка 15 грамм 1 ложка на обычную стирку. И 30 грамм 2 ложки на сильно загрязненные места. Для мытья полов, подоконников и других твердых поверхностей 10-15 грамм порошка разводится в 5 литрах воды при температуре 40-50 градусов. Вот такие вот порошочки получила. Буду пробовать. Это точно такой же только для цветных тканей. Еще получила вот такой пятновыводитель с активным кислородом. Этот пятновыводитель подходит для предварительной обработки пятен. Разводится в воде для замачивания. Можно его добавлять в основную стирку как усиление. На 50 стирок он рассчитан. Для чистки ковров, для мытья полов, для чистки кухонных поверхностей. Также содержит традиционные корейские ингредиенты. В общем у нас сейчас курс на восток. Раз запад плохо себя ведет, мы на них обиделись. И пошли на восток. Еще одна новиночка. Это гель концентрат для мытья посуды. Кстати артикул пятновыводителя 30.0.15. Это вот у нас гель концентрат для мытья посуды. Артикул 30.0.19. Он с ароматом кумквата и питаи. Кумкват это из семейства цитрусовых. И он имеет такой нежный нежный цитрусовый очень вкусный аромат. Удобная такая штучка-дозатор. Способ применения для удаления жира. Нанесите каплю средства на губку и вымойте тщательно посуду. Или в разведенном виде средство можно разводить. Также 1 к 4. 96% ингредиентов натурального происхождения. Рекомендован для детской посуды 0+. Знак тоже содержит. Достаточно эффективная формула. Достаточно всего одной капли. Вот такой вот замечательный гель для мытья посуды. И еще одна вот такая вот бутылочка. Это кондиционер концентрат для белья. Артикул 30.0.17. Тоже здесь его пол-литра, но он на 30 стирок идет. То есть даже еще экономичнее, чем было. Тоже очень вкусный нежный-нежный аромат. Нероли и гибискус. Тоже очень удобно использовать колпачок. Теплый цветочно-шипровый аромат с нотами нероли и фруктов. Окутывающий сладким шлейфом лепестков роз, ванили и какого-то нездакомого слова. Корейского гибискуса, сложно выговариваемого. Ну, в любом случае, все такое классное. Стирать еще не пробовала. Но на вкус все очень вкусное и очень экономное. Я вот отметила для себя, что действительно здесь формулы еще лучше, потому что на стирку надо еще меньше. В следующем видео обязательно сделаю сравнение, как работает этот порошок, как работает предыдущий порошок. И как работает порошок любой другой из магазина. До встречи в следующем видео. Создавая будущее, важно сохранять традиции. Это уникальная особенность подхода Южной Кореи. В Корее дом – это место силы. Гармония и чистота в нем – залог физического и духовного благополучия. Корея – признанный эксперт не только в области бьюти-инноваций. Особая философия отличает и средства по уходу за домом. Их формулы эффективны и инновационны. При этом созданы на основе традиционных корейских компонентов. Мыльный орех – дерево, плоды которого богаты супонинами – природными моющими веществами. В Корее его используют для активного натурального очищения. Портулак и лакричник – растения, любимые в Корее за свои смягчающие свойства. Традиционно используются в премиальных средствах для ухода за домом. Новая линия косметики для дома – СОУЮН – пронизана духом Кореи. Это не просто средство. Это философия легкого преображения пространства. СОУЮН символизирует благополучие, совершенство и удачу. Каждый продукт, как талисман, принесет в дом энергию чистоты. Линия СОУЮН – это синергия традиций Востока и самых современных разработок. Секрет стиральных порошков – традиционная для Кореи мультифункциональность. Они с легкостью удаляют и пятна сткани, и очищают твердые поверхности. Пятновый водитель ОКСИ КРИСТАЛС – это волшебный продукт все в одном. Более 30 различных применений. Одежда, пухня, ванна, ковры, посуда – ему подвластно все. Линия СОУЮН – это удобство и погружение в чарующий мир Кореи. Кондиционер Нироли и Гибискус дарит тканям роскошную мягкость и окутывает теплым цветочно-шипровым облаком. Каждая капля геля для мытья посуды создает активную мягкую пену, легко очищает и приносит в повседневные дела яркий аромат кумквата и питая. С вами была Сафронова Ольга. Пока-пока! Продолжение следует...